Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам об одних из красивейших морских обитателей, о ярко окрашенных актиниях с тонкими щупальцами. Некоторые актинии выкапывают себе отверстия в песке или в донных песчаных отложениях. Актинии не всегда маленькие, виды живущие у берегов Австралии бывают более метра в диаметре. С точки зрения эволюции актинии очень примитивны, у них нет мозга, а нервные волокна актинии составляют сеть, соединяющие органы чувств непосредственно с мышцами. Актинии рода Тиалия трудно заметить, они прекрасно маскируются, прикрываясь при этом песком или кусками раковин. Научное название некоторых актиний – анемония, происходит от названия цветка анемона. Актинии обитают почти во всех морях мира, чаще всего в тропических водах. Актинии – это группа мягкотелых животных, родственных строящим коралловые рифы полипам. Как и у всех животных этого типа, у них очень простое строение организма. Его основу составляет один внешний и один внутренний слой клеток. Внутренний слой ограничивает гастральную полость тела, которое имеет одно отверстие. Через него актиния получает пищу и выделяет отходы. Внешний слой составляет большое количество тонких щупалец, растущих вокруг ротового отверстия. Щупальца снабжены стрекательными клетками, служащими для самозащиты и захвата добычи. У актинии ограничена возможность передвижения, поэтому всю жизнь они проводят, прикрепившись к морскому дну, скале или кораллу. Специальный щит на нижней стороне подошвы актинии выделяет липкое вещество, так называемый цемент, которое позволяет удерживаться на скалах, несмотря на морские течения, приливы и отливы. Актинии не могут ходить, но с помощью мышечных сокращений могут двигать щупальцами. Актинии представляют собой один из лучших примеров животного симбиоза, приносящего взаимную выгоду двум сосуществующим организмам, принадлежащим чаще всего к различным систематическим типам. Некоторые виды актиний часто приклеиваются к раковине рака-отшельника. Рак-отшельник с их помощью защищается от врагов, которых отпугивают жухучие щупальца актинии, а она, в свою очередь, питается остатками его пищи. Среди щупалец актинии живут многочисленные виды мелких коралловых рыбок. Самая известная из них – это рыба-клоун. От жгучих щупалец актинии рыбки защищают свое тело слоем слизи. Сосуществование рыбы-клоуна и актинии приносит пользу обеим. Актинии дают рыбам надежное убежище, а в обмен получают себе в пищу слишком смелых охотников. Актинии платоядны, корм захватывают с помощью щупальцев. Небольшие виды раскрывают щупальца, поросшие мелкими волосками. Движение воды приносит микроорганизмы прямо в ротовое отверстие. Более крупные хватают рыбу и ракообразных, которых убивают ядом стрекательных клеток. У актиний своеобразные пищеварительные органы. От ротового отверстия к гастральной полости ведет мускульная глотка. Когда в нее попадает пища, из отверстий желез начинает выделяться пищеварительный сок. Потом питательные вещества проникают в ткань. Актинии могут размножаться несколькими способами. Почкуются редко, чаще делятся на несколько частей. У других отделяется часть подошвы, из которой вырастает новая актиния. Некоторые размножаются половым путем. Существуют особи, которые, будучи гермафродитами, выделяют и яйцеклетки, и сперму. Другие виды раздельно полые. Яйцеклетки и сперма в огромных количествах выбрасываются в воду, где наступает оплодотворение. В этом случае из оплодотворенных яйцеклеток вылупливаются личинки, которые потом оседают на дно и развиваются до размера взрослых организмов. Актиния нематостелла вектенсис, живущая в соленой среде, в связи с осушением и загрязнением вод, в настоящее время встречается в Европе редко. Некоторым тропическим видом грозит исчезновение из-за разрушения коралловых рифов. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал, оценивайте ролик и оставляйте к нему комментарии. Впереди еще много интересного!